друзья мои сейчас я нахожусь на территории на территории вот облагороженной это тоже территория старого чтенского кладбища но она облагорожена это сквер у этого сквера даже есть название сергиева роща закладывали эту рощу я сейчас не помню в каком году но в один из праздников посвященных сергию радонежскому инициативу выдвинула епархия поддержали горожане общественной организации и я тоже здесь высаживал какие-то деревца сейчас не помню я здесь дважды высаживала однажды организация великий исток здесь тоже высаживали мы только просто закупили деревья как же ты самочинно посадили вот никого не спрашивая вот но все это было раньше старое чекинское кладбище есть была полная разруха в 2005 году здесь вот на где-то вот здесь вот в на этом месте и там вот дальше вот здесь собирались строить многоэтажку но собрались люди общественники члены значит чекинского отделения союза русского народа казаки представители других организаций в том числе и великий исток просто неравнодушные граждане и мы эту стройку остановили мы писали во всей инстанции проводили пикеты митинги круглые столы устраивали с привлечением журналистов и это эта стройка была остановлена это часовня святого пророка или и но здесь было очень красиво вот когда вообще вот этот сквер разбивался но не не сергиево роща а вот как бы до того еще здесь делали вот вот это место облагораживали это место на могила братская могила воинов погибших на холхенголе в 1939 году вот здесь проводилось такое мероприятие посвященное окончанию второй мировой войны вот поэтому это место вот так вот сохраняется и конечно же было бы здорово если бы вот так свалка и где установлен крест моему деду было бы тоже так же облагорожено вот так это был будет справедливо правильно а еще одно покажу вам сейчас место это памятный крест и как раз мы его устанавливали соратниками по союзу русского народа вот здесь собраны найденные здесь камни надгробные где-то читаются имена на греческом это вот дерево такое каменное было высечено вот этот вот огромный крест мы установили есть в интернете фотография у меня даже по-моему блоки есть ну и вот этот мемориал я сейчас покажу вечная память воинам забайкальцам умершим от рам полученных в битве на реке холхенгол в 1939 году и и здесь тоже самое и здесь вот выбиты имена и здесь есть еще и тут тоже павшим боях на реке холхенгол вот такой вот такая стелла да и вот есть полуполтинных правда инициалов нету вот но фамилия такая есть фамилия моя она коренная забайкальская первые казаки которые еще пришли с петром бекетовым у них был полуполтинный такой иван его звали это родоначальник нашего рода и вот здесь вот на этом памятнике есть полуполтинных потом я еще побываю на мемориале посвященным посвященным победе великой отечественной войне там имя выбито моего дяди александра иларионовича полуполтинных есть памятник погибшим в афганистане и там тоже есть полуполтинных вот поэтому род наш такой воинский ну вот друзья это было старое читинское кладбище об этом Продолжение следует...